ПЕГИ ЭЙТИН КОТОРЫМ ТОТ ВСЕГ ДОСТАЛ КАЗАЛОСЬ БЫ, НУ, КАКАЯ ТУТ СВЯЗЬ? ДА НИКАКОЙ! ПОКА УЖЕ В 21-М ВЕКЕ ПОДРОСШИЙ МАЛЬЧИК С ТУПЫМ ЮМОРОМ НЕ НАЗВАЛ В ЧЕСТЬ ОДНОГО ИЗ БРАТЬЕВ РАЙТ СЕРИАЛ, АВТОРОМ КОТОРОГО ОН СТАЛ И ИМЯ ЭТОМУ СЕРИАЛУ – ОРВИЛ Надо сказать, что фабрики Голливудчины в последние годы не очень радуют зрителей сериалов космической фантастикой. Можно по пальцам сосчитать продукцию этого жанра. Почему так? Скорее всего потому, что производство подобных сериалов затратное, непредсказуемо. Ну, куда надежнее выпускать мелодрамы с элементами фантастики, детективы с элементами фантастики, фантастику с элементами фантастики, ну, и так далее. Ну, или запустить проверенное космическое, как, например, произошло со Стартреком. Уговорить боссов потратить деньги на голливудский космос непросто. Но нашелся человек, которому это удалось. Сет Вудбери Макфарлейн. Так зовут того непутевого в прошлом школьника, а ныне известного юмориста Америки. Ну, не только юмориста, но и продюсера, сценариста, актера, певца, на его совести такие сатирические анимационные сериалы, как «Гриффины», «Американский папа» и «Шоу Кливленда». Также на его счету и такие комедии, как «Миллион способов потерять голову» и «Третий лишний», запомнившиеся нам по скабрезному плюшевому медведю, которого озвучил сам создатель. В общем, юмор свой он теперь демонстрирует всей планете. Вообще, в Голливуде не очень принято уважать просто продюсера или просто сценариста. Чтобы добиться признания, надо уметь все – писать сценарий, продюсировать, режиссировать, кривляться в кадре и за кадром. Тогда да, ты представляешь ценность для боссов, как потенциальный станок для производства денег и чего-то стоишь. Вот и Сэд понял, что умения классно шутить мало и начал актерскую карьеру, снимаясь не только в «Чужих», но и в своих фильмах. Например, в фильме «Миллион голов» потеряли способ. У этого фильма неудобоваримое название. То ли дело короткое, емкое, как «Субтитр» или «Лост». Кстати, о «Лосте». Я упоминал неудачные отрыжки «Лоста» в виде сериала «Вспомни, что будет». И упоминал я в серии про «Лост», конечно же. Или это был не я, или это был гость. Неважно. Так вот, одну из второстепенных ролей в этом сериале сыграл наш юморист Сэд, черт побери, Макфарлейн. Но, скорее всего, в своем резюме он об этом не упоминает. И, казалось бы, жизнь удалась. Плюшевый медведь делает кассу, все ржут над Гриффинами и американским папашей. Получена куча статуэток Эмми, а маман всех драконов мутила с ним во всех смыслах еще до того, как с ней стал мутить собственный племянник. Чего же еще желать? Ну, кроме мирового господства, конечно. Дело в том, что в своем отрочестве маленький Сэтик был увлечен фантастическими сериалами. И, конечно же, Стартреком, про который у нас уже была серия. На самом деле у Сэта с детства две особенности, даже три. Его юмор, его непроизносимая фамилия и мечта снять свой Стартрек. И вот однажды он сделал боссам наглое предложение. Снимем свой собственный Стартрек не хуже оригинала. Он будет теплый, ламповый, в стиле 60-х. Добавим юмор, сатиру, нарисуем новый корабль, взяв за основу логотип Деу и назовем его именем одного из братьев Райт — Орвилл. Можно, конечно, именем Уилбура, второго брата, но, к сожалению, это звучит как название трактора. Поэтому Орвилл. Боссы, завидовавшие сбором Стражей Галактики, за идею ухватились. Несмотря на отсутствие в сериале «Енота», зажгли такие зеленые фонари. То есть дали зеленый свет проекту. Многие американские сериалы, как Вторая мировая война, любят стартовать в сентябре. Орвилл не стал исключением. Выйдя на экране в сентябре 2017 года, за пару недель до выхода сериала «Стартрек Дискавери». Но к нему мы еще вернемся. Подготовился сет к этой мировой войне с другим сериалом основательно. Старту Орвилла предшествовала массированная артподготовка в виде промо-роликов и презентаций на Комик-Коне. В общем, грамотная пиар-канонада мобилизовала армию фанатов, завоевавших Орвиллу отличные рейтинги на канале «Фокс». На капитанский мостик звездолета взошел сам Сет Макфарлей. Однако все экранное время у остального экипажа он не ворует, давая развернуться и другим персонажам. Все пестрое разнообразие рас которых демонстрирует нам концепцию, заданную еще в 60-е годы Джином Роденбери для «Стартрека». Вообще, эту концепцию дружественного межпланетного союза будущего зритель видит еще до демонстрации в кадре звездолета. Она демонстрируется в первую же минуту в спальне бывшей жены капитана Эдем Мерсера. И вот депрессующий звездолетец-рогоносец получает, наконец, под свое командование новый звездолет. Ну и совершенно случайно во всей обширной галактике не нашлось у командования лучшего старпома для рогоносца Мерсера, как его бывшая жена. Такая ситуация располагала к веселым сюжетным кульбитам. Но что-то пока не очень. Также у корабля самый лучший на флоте пилот — малой. Своего рода раздолбай очень нужной команде и сюжету. Непонятно только, зачем он нужен космофлоту будущего. Врач корабля — негро-американка Клэр, которая взяла на борт в опасное путешествие пару своих афродетей. Начальник безопасности — лейтенант Алара. С виду неказистая, но на самом деле очень сильная инопланетная девушка. Ну, типа, которая избу на ходу остановит или в горящего коня войдет. В лучших традициях жанра на корабле присутствуют и свои носители заостренных ушек и головы грецкого ореха, такие как лейтенант Бортус с планеты однополых браков. На борту с мужем и сыном-девочкой. Желатиновый член команды Яфит нужен для того, чтобы на него постоянно наступали и чтобы в случае чего мог пролезть в любую щель. Не обошлось в экипаже без андроида-инопланетянина с винтажным дизайном. Своим контрастом высокого интеллекта и низкого понимания юмора он больше напоминает Шелдона Купера из «Теории большого взрыва». Зовут его Айзек, и он с планеты, где Скайна давно избавился от людишек. В общем, корабль пестрит видовым разнообразием, и со всей этой кампанией СЭД путешествует по галактике, воплощая свои детские мечты и засевает космос демократией и справедливостью. Но не мечом и насилием, а умом и юмором. Как и подобает данному жанру космоопер, большинство внеземных видов антропоморфны. То есть отличаются от людей только какой-нибудь шишкой на башке или клешней на подбородке. Ну или гербом Российской империи на костюме. Почему-то. При этом, особенно в первом сезоне, Макфарлен не устает отпускать шуточки по поводу тех или иных особенностей инопланетянина. Члену экипажа нужно отложить яйцо, и капитан намекает на омлет. Вот попробовал бы он пошутить про копчености в присутствии негра или про обрезание в присутствии адвоката. Сразу бы по этапу поехал бы в демократический гулаг. А вот про инопланетян так шутить можно. Может, потому мы и одиноки во Вселенной до сих пор. Но иногда создатели вообще не заморачиваются на гриме, и внеземные виды отличаются от нас только тем, что наши пороки у них гипертрофированы до абсурда. И это смешно. Есть даже серия о вреде курения и о жизни в смартфоне. Но не только это. Вообразите, в одной из серий герои оказываются на планете, где все общество оценивается лайками и дизлайками. Все снимается на смартфоны. Кто угодно, за что угодно может вас засудить. Приговоры выносятся на ток-шоу. И там царит капитализм. Врагу не пожелаю там оказаться. Но это, пожалуй, одна из лучших сатир на наше бытие в сериале. А сатиры там хватает, как и в большинстве проектов сета Макфарлайна. Но не он один ответственен за ход событий в сериале. В команде сценаристов и режиссеров Орвилла замечен, к примеру, Брэнон Брага. Этот человек с алкогольной фамилией известен своей работой над сериалом «Стартрек. Следующее поколение» «Вояджер Энтерпрайз». Также над сериалом работает Джонатан Фрейкс. Этот вообще играл в «Стартреке» следующее поколение старшего помощника капитана Фейсфауна. Простите, Пикара. Да и весь Орвилл по духу и стилистике больше напоминает именно «Стартреке». Сериал, который многие по праву считают лучшим, что было в «Стартреке». Собственно, многие актеры, что засветились в былых сериалах франшизы «Стартрек», имеют в Орвилле короткие и не очень роли. Например, Роберт Пикарде хорошо известен по сериалу «Стартрек. Вояджер». Там он был доктором. Доктор Флокс из «Стартрек. Энтерпрайз» здесь, в Орвилле, видимо, решил выяснить, кто тут круче доктора. Тим Рос в том же «Вояджере» был афровулканцем. Перечислить всех не хватит целой серии. Собственно, этот парад героев также заботливо перенят у вселенной «Стартрека». Не раз бывало, что один и тот же актер в разных сериалах и фильмах франшизы «Стартрек» играл не то, чтобы разных людей, но разных существ. Интересно, может, однажды на борту Орвилла выскочит из-за угла и Уильям Шатнер в поисках зеленокожей орионки? Кроме того, то и дело в кадре появляются голливудские звезды. В одной из серий засветился Лиан Нисон, в другой Шерлистерон. Ну, впрочем, Сет уже работал с ними в фильме «Способы миллиона головок». Тьфу, ты я мое. Ну, конечно же, миллион способов потерять голову. Куда интереснее намеки, что Сет делал в своем твиттере накануне выхода седьмой серии второго сезона о приглашенной мегазвезде Голливуда на одну из ролей. Серия вышла, зрители вглядывались в лица, но разгадка оказалась в горшке с большим говорящим цветком. Говорил цветок голосом, в котором опознали Брюса Уиллиса. Но в титрах его нет. Видимо, так наш цветочный орешек уходит от налогов за гонорар. Жаль, экранного времени у крепкого подсолнуха было не так много, как у виндизельного грунта в «Стражах галактики». Но, боюсь, бюджет Орвилла не выдержал бы длительного присутствия орешка в горшочке. Пришлось бы урезать финансирование кучи различных студий, что ответственны за вполне годные для подобного сериала спецэффекты. И тогда графон в Орвилле стал бы похож на русские мультики в «Гриффинах». Тут может возникнуть ошибочное мнение, что это такая же история в рамках вселенной «Звездного пути», как, скажем, «Глубокий космос-9» или «Вояджер». Но нет. Орвилл — это самостоятельная вселенная. Несмотря на то, что в ней больше от «Стартрека», чем во всех современных «Стартреках», как это не парадоксально. Часто Орвилл позиционируется как пародия на классический «Стартрек». Это не так. Это, скорее, дружеский шарж. Доброе подтрунивание 45-летнего подростка над другом детства. К тому же сам Сетт неоднократно заявлял, что устал от модной нынче антиутопии всяких там голодных игр, ходячих мертвяков. Его страсть — это куда более оптимистический взгляд на будущее. Ну, глядя на наше настоящее, хочется сказать, что парень поехал головой. Или наоборот, один из немногих, кто остался в здравом уме. Видимо, потому и вышло так, что старая гвардия поклонников Стартрека предпочитает смотреть именно Уорвилл, а не новый сериал Стартрек Дискавери, который уже скатился во втором сезоне в суровую мелодраму. А вот в Уорвилле в полной мере ощущается тот дух Джина Родденбери, о котором когда-то любил говорить Леонард Немой. Яркое космическое будущее. На Земле нет денег в том смысле, что нищета. Деньги просто не нужны в том будущем. Царит дух исследований. Добрая цветочная хиппи-утопия. О еде можно не беспокоиться, для этого есть пищевой генератор, эдакий 3D-принтер, который изготовит любую еду, напитки и даже сигареты. На звездолете Орвилл есть даже голодек, помещение, в котором создается заданная пользователем реальность. Точно такой же голодек есть в Стартреке следующее поколение. Правда, до Стартрека подобная техническая диковинка была на звездолете Заря в советском фильме Москва-кассиопия. А ведь снято это было тогда, когда у людей был более оптимистический взгляд на будущее. Вот чего не перенял Орвилл от звездного пути, так это синдрома красной униформы. Ну, помните, когда ее наличие смертельный приговор персонажа? Сэт Макфарлайн свой экипаж бережет и гибнут там нечасто. Возможно, такое милосердие связано с тем, что создатель Стартрека в молодости летал на тяжелом бомбардировщике в войну, а создатель Орвилла в молодости рисовал мультики про говорящую собаку. Ну, а что Стартрек Дискавери? Там есть гей-пара, упоминание Илона Маска, окончательное изнасилование внешности Клингонов и искомая пара слов в названии. Вот и все. Стартрек Дискавери это эксплуатация бренда. Орвилл это дань уважения классике. Противоестественные союзы в нем выглядят как и шашни капитана Кирка с зеленокожими блудницами Сориона. Наивно и забавно. Конечно, с юмором в Орвилле не всегда ладно. Если первый сезон вытягивал по комедийной части, то второй стал заметно серьезней. Такое чувство, что Сет бережет годные шутки для своих мультипликационных проектов. Мало ли, вдруг сериал прикроют. Но на данный момент все отлично. Фокс продлил сериал на третий сезон. Что неудивительно, ведь Орвилл просто порвал все остальные телепроекты Фокса как тузик-грелку и рейтинги зашкаливают. С другой стороны, ведь это канал Фокс и мы знаем их боссов. И мы помним, что эти янки сотворились с южанами из светлячка. Орвилл Райт умер в 1948 году, пережив своего брата на 31 год, прожив от зарождения авиации до начала эры сверхзвук. Хочется верить, что и сериал Орвилл проживет долго и все-таки откроет эру действительно интересных и в меру юмористических космосериалов. Ну, конечно же, если боссы разрешат. А пока сэд, давай уже зажги, как ты умеешь. Напомни директору своей школы, каков ты есть. От винта! До новых встреч! Например, в фильме миллион голов потеряли... Нет, миллион способов... Нет, серьезно, у этого название... Да у него вообще проблема с названием. Например, в фильме миллион голов потеряли способ... Простите, миллион способов... Нет. Монт Монт ... у